Здравствуйте, друзья! Сейчас на примере нескольких своих работ я покажу, как художник, меняя живописную среду, то есть метод написания картины, он может по-разному выражать свою идею, то есть мы говорим о художественном языке художника. Итак, две работы. Реалистичное изображение кондитерского изделия с вишней сверху и старый город, который укутан пеленой дождя и тающий снег на крыше и на поверхности каменной мостовой. Есть разные картины, но речь сейчас не об этом. О чем говорил художник в реалистичной картине? Здесь он наслаждался именно тем, чтобы очень натурально передать объект, который мы видим на картине. Если мы смотрим на вишню, это свет, тень, ее яркий блик, ее глянцевая поверхность и есть желание, ну может быть, даже укусить эту вишню, раскрыть ее сочность. И эта сочность раскрывается внутри крема этого изделия. Вот вишня под воздействием температуры или сдавленная выделила свой сок, который распределился по поверхности крема. Плюс вот этот бисквит, мы понимаем, что он шоколадный, но он имеет такое красное свечение. Есть ощущение пропитанности тоже соком этой вишни. Плюс ягодки сохранили свою яркость, имеют блик, текстура крема и посыпка шоколада тоже показаны таким образом, что зритель чувствует натуралистичность этого предмета. И на этом и основана подача этой картины. Художник наслаждается тем, как ему удается передать не образ, вот как раз образ уже появляется в этой работе, а именно предмет таким, как он есть. Безусловно, здесь сохранена некоторая художественность подачи. Мы видим мазки на фоне, некую текстуру на том, как художник воспроизводит этот бисквит. Какие-то мазки, посыпки шоколада тоже дают фактуру этому объекту. Так что вот такая задача стояла в этой картине. Здесь мы видим улицу города. Понятно, что это Старый Таллинн или Старая Рига, Старая Европа. Но при этом вполне вероятно, что именно такого сочетания домов в этих городах не существует. Здесь художник пошел по пути образного сочинения картины, таким образом, чтобы подать атмосферу и вот идею вот этого старого города, в котором он хотел создать настроение вот этого дождя и тающего снега. А работа выполнена жидким акрилом. Если здесь мы использовали даже фактурные густые мазки краски мастихином, то здесь жидкий акрил, который струился по стенам этих домов. Художник менял его оттенок. Но, когда я писал эту картину, я все время сохранял поверхность влажной, чтобы акрил все время имел свою подвижность на поверхности, для того, чтобы как раз и создавались эти растекающиеся пятна. И мы видим там вот это пятно затекает на эту стену дома. То есть работа полностью характеризует влажную атмосферу, даже своей подачей, используемыми материалами и то, как мы их используем. Именно вот в этом жидком варианте. Вот эти белые наносы снега уже создавались движением мастихина, но тоже по влажной поверхности. Поэтому часть мазка смешалась со влажной краской и получилось так, что действительно снег имеет вот этот похожий на тающий вид. Так что образность, подача через влажную поверхность задает этой картине ту идею, выражает ее так, как именно замыслил художник. А именно старый город в пелене дождя с тающим снегом. Фигуры людей, которые прижимаются друг к другу и идут под одним зонтом, говорят о том, что они как бы пытаются сохранить свое тепло, жмутся друг к другу, идут, спешат домой укрыться от этой атмосферы. Хотя для нас, для зрителей, находящихся в тепле, она выглядит вполне живописно. Усвоили разницу в подаче, в использовании материала? Идем дальше. А вот еще одна работа, которая выражает образ старого корабля. Что мы видим? Текстурная поверхность. Чем занят здесь художник? Он как раз и наслаждается этой текстурой. Когда краска заполняет рельеф и создает образ старого ржавого корабля, стоящего у причала. Ну, видно, что по всей атрибутике, по наличию всех ходовых огней, спасательных кругов, спасательная шлюпка укутанная вот этой синей тканью накрытая, то, что корабль не брошен, скорее всего, он стоит на ремонте, но при этом это труженник. И вот это и передает художник. Какие выразительные и художественные средства он использует? Текстурная поверхность, краска, которая наносилась в несколько этапов. Сначала была создана темная поверхность, по которой ложились более светлые пятна. Потом проливалась вот этими оранжевыми красками, и вновь светлые оттенки такой серо-теплой краски заполняли это пространство. Ну, плюс атрибутика корабля. Образность этой работы задает еще и некая вибрация линии, которая тоже получилась за счет текстурной поверхности. И мы получаем и новое восприятие, и новое средство выражения своей идеи в картине. Давайте вернемся хотя бы вот к этой работе. И мы вновь увидим разницу. Здесь гладкая поверхность, растекающаяся краска, здесь текстурная поверхность и другое уже восприятие и выражение идеи. Старый корабль, стоящий у причала, труженник моря. Так можно назвать эту картину. И по тому, как она создана, мы сразу проникаем в образ, который задумал художник. Продолжим. Чем отличаются эти картины? Ну, вы скажете, здесь изображение старого города, мы уже сейчас только что видели такое, а здесь пейзаж с озером. В этом отличие. Нет, я прошу вас смотреть чуть глубже. Итак, работа. Какая задача здесь стояла перед художником? Обратите внимание на поверхность, на которой создана картина. Это ДВП 6 мм с обрезанным краем, плюс у этих домиков существует объем, рельеф. Сначала наносился на поверхность рельеф, и дальше уже после высыхания произошло живописное наполнение этих объектов. Что делал художник? Он создавал декоративную картину, декоративное панно. Возможно, это панно можно сделать в размере метр двадцать на шестьдесят. При этом задача художника изменится только в работе над большим размером. Его действий над картиной будет больше. Но задача и в большой, и в маленькой картине вот в таком виде одна. Декоративное воплощение. И здесь художник работает над образом, показывая и мокрый город, и текстуру стен, крыш, черепицы. То есть он подает нам изображение через рельеф и через необычную подачу, используя и вытянутый формат, и вот этот край, который обрезан. Он задает декоративность этому панну. Также на декор работает рельеф. И я всегда говорю, чем выше рельеф, тем больше отсыл к декоративному восприятию вашей работы. Вот эта работа выполнена плоскими мазками краски. Я использовал здесь нейлоновую кисть, которая дала вот эти мазки и краски. Но дело даже не в этом. Эта картина не передает нам текстуру объектов. Художник не обращает внимания. То, как выглядят листва переднего плана, как стоят деревья дальнего плана. Густота травы, ее сорт растений не интересует. Чуть-чуть, может быть, фактура видна на воспроизводстве досок этого мосточка. Но в основном художник здесь передает свет, освещение. Он рисует свет. Вспомним работы Клода Моне «Импрессионизм». Там мазок более мелкий, но там художник именно учит нас передавать световое ощущение. От предметов. Свет, распространяемый в пространстве, окутывает объекты, струится, перетекает, заполняет пространство картины. Но не дает нам ощущения объема, фактуры. И, как мы понимаем, здесь у художника была совершенно другая задача. Кстати, выполнение картин, когда вы пишете только свет, ощущение от распространяющегося и струящегося света, очень хорошо дает нам возможность писать даже самые неприглядные образы. Ну, например, вы живете в маленьком провинциальном городе, и, казалось бы, нет таких объектов, там, как в Санкт-Петербурге, великолепная архитектура, где мы можем встать на улице и, поворачиваясь на 360 градусов, зарисовывать прекрасные объекты. У вас маленький город, и как бы нет таких художественных мест, на которые стоит обратить внимание. Но если вы начнете рисовать свет и ощущения от него, то все преобразуется. Это доказывает вот этот совершенно несложный сюжет. Если бы мы просто старались передать содержание травы, дерева, которое стоит с левой части картины этого отмостка, то восприятие этой картины было бы более прямым, банальным, и образности могло не хватить для того, чтобы зритель мог заинтересоваться этой работой. Но когда мы погружаем все эти объекты в ощущение света, восприятие от подачи яркого освещения на эти объекты, картина становится совсем другой и более интересной. Все. Это то, что я хотел рассказать сегодня. И вы теперь знаете, как, меняя живописную среду в картине, использование материалов, их способ нанесения на поверхность, вы можете менять восприятие картины. И если начинаете писать какую-то картину, уже можете ставить перед собой конкретную задачу. Я хочу выполнить декоративную картину. Я хочу писать свет. Я хочу передать старый корабль стоящего причала. Моя картина будет называться «Труженики моря». И даже уже отталкиваясь от этого, вы можете понимать, какую подачу вы закладываете в свою картину. Конечно, однажды вы можете остановиться на какой-то точно своей технике и будете работать только в той области, которая отвечает полностью вашей личности и вашему художественному языку. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...